Итак, сразу шесть атак в разных точках Парижа за минувшую ночь. Перестрелки, взрывы, захват заложников, паника. Хронология событий у Григория Емленова. Когда поздно вечером раздался первый взрыв у стадиона Стад де Франс, где в тот момент проходил товарищеский матч между французской и немецкой командами, десятки тысяч зрителей не сразу поняли, что происходит. А охрана уже выводила с трибуны высокопоставленных болельщиков президента Алланда. Он сразу же отправляется на совещание с министрами. И главу МИД Германии Штайнмайера. Матч, однако же, не прерывают, считая, что на стадионе огромному количеству людей будет безопаснее, чем за его пределами, где один за другим гремят взрывы. Я услышал один взрыв, а спустя 10-15 минут еще два подряд. И через какое-то время четвертый. Потом, когда их уже выпустят со стадиона, болельщики будут подбадривать себя и замерший город Марсельезы. Но тогда первой реакцией был шок. Сигналы бедствия приходят из разных мест. Такое ощущение, что бойня охватила весь правый берег Сены, к востоку от центра. Одновременно со взрывами у стад де Франс начинается стрельба в 11 округе у ресторана «Ля Бель Экип». Тревожные сообщения приходят от концертного зала «Батакланг» о том, что террористы взяли заложников. Еще один сигнал бедствия из торгового центра «Ле Заль». И еще один. И еще. Мы работаем на шести точках. Стад де Франс, где есть несколько погибших, мы не знаем точного числа. Бульвар де Шарон. Там на данный момент 18 убитых. Бульвар Вольтер. Один убитый. Рю де ля Фонтен Уруа. Пятеро погибших. Рю Алибер. 14 погибших и много серьезно раненых. Если мы добавим сюда предварительные цифры по концертному залу «Батаклан», получим огромное количество жертв. Как минимум 120 человек. Как минимум. Эпицентром событий является «Батаклан». В момент, когда на него напали, там проходил рок-концерт. Неизвестные террористы, предварительно обстреляв охранявшую здание полицию, ворвались внутрь с криками «Это вам за Сирию!» и открыли беспорядочный огонь по зрителям. Мы услышали стрельбу, обернулись. И увидели двоих молодых людей, не старше 25, с автоматами. Одного я разглядел хорошо, весь в черном. Он был спокоен, абсолютно спокоен. Это было так удивительно. Они приказали всем лечь. Точнее, один из них дал знак нам ложиться. Мы рухнули на пол. На меня повалились другие люди. Помню, еще сомневался, боевые ли у них патроны. Но тут они застрелили кого-то, и я все понял. Они периодически стреляли. Потом пауза. И снова стрельба. Кто-то из застегнутых врасплох успел отправить в соцсеть крик о помощи с призывом штурмовать здание, пока еще есть кого спасать. Я в Батаклане, первый этаж. Я тяжело ранен. Пускай скорее начинают штурм. Там есть выжившие. Они убивали всех подряд. Одного за другим. Первый этаж. Скорее. Спецназ смог пойти на штурм лишь через полтора часа. К этому моменту ясно. Счет погибшим в Батаклане перевалил за сотню. Террористы планомерно расстреливают заложников. Спасенные из концертного зала описывают леденящей кровь картины. Нам удалось ускользнуть через дверь у сцены. Мы сидели в маленькой комнате. 25 человек сидели два часа друг на друге и слушали, что происходит там в зале. Стрельба, крики, звуки, как в камере пыток. Когда нас выводили полицейские, это была кровавая баня. Жуткая бойня. Повсюду убитые. И такой же кошмар в других районах города. Страшные фотоснимки и фрагменты видеозаписи на мобильный телефон от расстрелянного ресторана. Всюду кровь. На полу лежат раненые и убитые. Итог кровавой ночи. Более 150 погибших, более 200 раненых. Цифры корректируются. Уничтожены 8 боевиков. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в ряде стран, включая Россию. По итогам экстренного совещания у Оландо во всей территории Франции вводится чрезвычайное положение. Президент отменил визит в Турцию на саммит Большой двадцатки и закрыл государственные границы, чтобы террористы не смогли ни въехать, ни выехать из страны. Правда, появились сообщения, что устроившие бойню в Париже были французскими гражданами. Весь день не будут работать общественные учреждения Парижа. Школы, музеи, библиотеки, спортивные заведения, рынки. На помощь парижской полиции, без того усиленной, в столицу стягивают полторы тысячи военных. Григорий Емельянов, Роман Гусь, Дмитрий Запарин, Первый канал.